Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем рубрику МФДИ, что нового? И сегодня пойдет речь о статье, которая носит название эффект воздействия глицерина, который входит в состав позитивного с гистамином и негативного, то есть физиологических растворов, которые забуфлены фосфатом на кожные реакции немедленного типа при проведении внутрикожных тестов у здоровых собак. Причем это было рандомизированное слепое исследование. Но и неудивительно, что к модификации кожных тестов такой пристальный взгляд наших коллег, которые этим занимаются, потому что мы довольно часто применяем кожные тесты в нашей практике. В чем же была идея с проведением исследований, для чего они это сделали, авторы, и потом опубликовали результаты, и какова же была цель? Ну, дело в том, что вообще экстракты аллергенов в целом для тестирования иммунотерапии существуют в виде водных растворов с алюмокалевыми классами и с глицерином. При этом содержание глицерина порядка 50 процентов. А при этом водные растворы аллергенов это забуфленный сливой раствор с фенолом и в качестве консерванта там используемого. Они часто используются для кожного тестирования иммунотерапии у собак. При этом водные растворы экстрактов аллергенов, они достаточно недолговечны. Ну, то есть через какой-то период времени, как считается, аллергены могут быть разрушены. Поэтому ищут различные варианты более хороших, наверное, с точки зрения продления сроков сохранности аллергенов консерванты. В частности, глицерин может быть таковым консервантом. А в то же самое время у людей были проведены исследования, которые указывают на то, что глицерин является эдитантом, то есть фактором, раздражающим кожу, если его вводить внутрь кожи, например, либо наносить его на кожу, которая была подвержена какой-либо скалификации при проведении, например, скалификационных тестов или при проведении ПРИК-тестов, то есть посредством прокалывания кожи. Таким образом, для медицины человека уже понимание есть, что глицерин не самое лучшее средство для консервации аллергенов, которые применяются для кожного тестирования. А для собак таких данных нет. Ну и вот решили, соответственно, авторы это выяснить. И, соответственно, было включено 8 здоровых лабораторных собак породы Бигль. Тут надо пояснить, что есть популяция собак, которые используют для экспериментальных целей, и собаки породы Бигль таковые, в частности. Это было рандомизированное слепое исследование. Проводили кожные тесты, а при этом водный раствор гистамина был положительный. То есть лаборатория ГРИ есть известная такая, которая предоставляет такой положительный раствор гистамина. И был положительный контроль, да, еще, который содержал, помимо обычного раствора гистамина, который забуферен, соответственно, стандартным способом, еще и тот, который содержал 50% глицерина. Наряду с этим был отрицательный раствор, так называемый, это физиологический раствор, который забуферен фенолом, да, ну, тоже стандартный раствор. И был физиологический раствор, который содержал 50% глицерина. Тоже в данном случае он выступал в роли отрицательного контроля. А при этом оценка вот этих лабораторий проводилась через 20 минут двумя независимыми экспертами слепым методом. То есть врачи не понимали и не могли знать, да, об этом, куда конкретно и что вводилось. Когда оценивали результаты после введения внутрикожного, то реакции на, то есть наличие волдырей и воспаление кожи не наблюдалось после внутрикожного введения физиологического раствора с фенолом. После инъекции 50% глицерина в физиологическом растворе напротив наблюдалась ритема и уплотнение, то есть индурация кожи в месте введения данного раствора у всех собак. А волдыри были относительно небольшого диаметра по сравнению с обоими позитивными контролями с гистамином, как водным, так и с глицерином. Ну и в данном случае мы видим результаты тестов. Реакция на месте введения растворов негативного с фенолом и негативного с глицерином. То есть мы видим, что там, где вводили стандартный контрольный раствор, то есть за буферный фенолом, там никаких реакций не возникало. В то же время, когда вводили контрольный раствор, на который, ну, по идее, не должно быть никаких реакций. С глицерином эти реакции возникали. Мы видим эритему, ну и, вероятно, уплотнение кожи. Мы это, конечно, оценить не можем. Это со слов авторов, но уж они точно уплотнение кожи сумеют распознать. Никаких сомнений. И в данном случае мы видим, что реакции на месте введения растворов позитивного с фенолом, позитивного с глицерином были, да, но, наверное, различить, да, то есть на что реакции, там, условно говоря, на глицерин или на гистамин, ну, затруднительно в данном случае. Очевидно, и на глицерин, и на гистамин. Поэтому в заключение было предложено следующее, что консерванты, в частности глицерин, потенциально могут вызывать местные реакции и привести к ложноположительным результатам при проведении кожных аллерготестов. Ну, как мы видим на этом слайде. Таким образом, возникает методологический недостаток, когда невозможно интерпретировать полученный результат. Ну, то бишь, иными словами, не стоит применять глицерин в качестве консерванта для того, чтобы можно было сохранять аллерген. Исследования указывают, что кожная инъекция 50% глицерина в физиологическом растворе вызывает эритему и уплотнение кожи, индурацию, которые могут быть приняты за позитивные результаты реакции на наведение аллергенов. А при этом глицерин имеет несколько важных свойств. Конечно, это хорошая стабилизация белков, аллергенов, бактериостатический эффект при этом тоже присутствует. Это, конечно, продлевает срок годности экстрактов, которые используют для тестирования. И поскольку 50% раствор глицерина в физиологическом растворе вызывает раздражающую реакцию кожи, видимо, требуется дальнейшая середина с использованием различных уже разведений глицерина, может быть, меньшая концентрация его для того, чтобы можно было понять, вообще, возможно ли какая-то оптимизация с точки зрения присутствия процентного соотношения глицерина к раствору аллергенов. На этом, дорогие друзья, я хотел бы завершить данного рода доклад. Ну и, в общем, сделать короткий вывод. Пока, к большому сожалению, никаких модификаций тестов, даже, которые, может быть, несут в себе рациональное какое-то зерно, ну нет, то есть модификаций нет. Мы пользуемся старыми методологиями, используя аллергены, которые забуферены пенолом. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok